Я, короче, тут покушал, досмотрел все-таки ролик Соболева про Давидовича, и ситуация оказалась намного сложнее, чем я думал. То есть мне казалось, что проблема в Соболеве, но при этом для вечно живущего, не стареющего существа Соболев проявляет удивительно какие-то наивные позывы в отношении людей, да? То есть, по идее, он должен быть как какой-нибудь Элронд, презрительно относиться к смертным, но получается, что Соболев шестерил Давидовича. То есть он искренне считал Давидовича другом, и, ну, тут, в принципе, все складывается, то есть он за него впрягался. И вот момент, который меня покоробил, это то, что Давидович отправил Соболева ночью какой-то, типа, подписчице или непонятно кому доставить букет цветов. И будь Соболев все-таки вечно живущим, мудрым эльфом, не стареющим, он бы не метнулся, потому что, ну, я не знаю, у нас, по-моему, в России все на интуитивном уровне полагают, что вот один раз шестернешь, шестерка и останешься. Я много раз получал пизды в шкале, но я никогда не шестерил. При этом я, конечно, помогал, был один чел, я с ним сидел на английском, то есть, когда меня, например, гопники прессовали, он подходил такой, а что, базар какой-то, да, типа, ты будь осторожней, это Хованский, он базарить умеет. Я тут постою, послежу, кто из вас добазарится, блядь, правильнее, вот, того не отпижу, блядь, и меня как бы не трогали, я ему помогал с английским, но, если бы он мне сказал, метнись, блядь, цветы какой-то тёлки, отнести, я бы сказал, пошёл нахуй, и получил бы от него пизды, потом от других гопников пизды, но, в целом, меня это немного, как-то, я даже не знаю, в ком я больше разочарован, потому что Давидыч, помните, я ещё историю в Телеграме говорил, как он Эдварда Билла на полтос опустил, и говорил, что это нормальный пацан, типа, это нормальный пацан, всё, на 50 тысяч рублей, сумма копеечная для Эдварда Билла, понятно, но, тем не менее, опустил, и получается, а Соболева заставил шестерить, ввести кому-то букеты, и Коль так ещё гордо об этом говорит, что я сделал то, что ты хотел, Эрик, ну, типа, блядь, Коль, а нахуя? Типа, дружба, дружба, не, если по пути, просто, меня тоже можно притянуть, например, если ко мне кто-то там ехал, в те времена, когда ещё ко мне ездили гости, да, снимать чё-то, я говорил, вот, захвати по пути, я там, не знаю, вина мне, и, типа, блядь, там, кто-то мог помощнить, типа, блядь, мне, блядь, придётся крюк делать, я такой, блядь, ну, а, у меня нет вина, и я вообще не в настроении снимать, но это, я не считаю, что это как бы шестерить, сделать небольшой крюк ради друга, блядь, ёпта, на машине, взять вина, это другое, другое дело, если бы я, вот, как в случае с Соболем, посреди ночи разбудил кого-то, и такой, ну-ка, поедь и доставь цветы, да я так никогда не делал, даже не то, что с друзьями, я так не делал даже с наёмными работниками своими, которые тоже, по сути, мои друзья, то есть, ну, у меня бы совести не хватило, там, какого-нибудь мотора разбудить посреди ночи и сказать, митнись-ка, блядь, цветы кому-то отвезти, я всегда понимал, что у людей есть своя жизнь, и конфликт Соболева и Давидыча мне видится очень в какой-то странной перспективе, то есть, походу, Соболев-то реально хотел дружить с Давидычем, но в какой-то момент, вот, как-то сказать, произошёл у него синдром Рома-Механика, как я-то с Ромой-Механиком всегда был в контракте, типа, банил его канал и страйкал, но Юлик и Кузьма, они ему помогали, они его вписывали, они его встречали на вокзале, и вот после марта 18-го года Рома-Механик решил, что он вправе, как бы, предъявлять друзьям, и начал их хуесосить. И также Соболев говорит, что вот, я был другом Эрика Давидыча, но когда он начал творить беспредел, там, с Гордеем и с этим, я начал его хуесосить. Но на самом деле, как мне кажется, вы друзьями-то никогда и не были. Типа, я даже не знаю, на чью сторону встать в этом конфликте, потому что оба человека ведут себя как-то совсем неправильно. То есть, ну, блять, ладно, даже, предположим, заставили Соболеву шестерить, но говорить гадости про друзей, а он сам говорит, что они типа как вот, ну, были, что Давидыч после освобождения восхищался Соболевым, они созванивались. То есть, ну, друг, это, наверное, слишком сильно, но корешами они были, хорошо? Они были корешами. И когда твой кореш творит хуйню, на него обрушиваться, это подлый низкий поступок. Ну, то есть, даже вот, я не знаю, какой пример привести. Вот, Ваша Честь, да, с Крэнстоном мы смотрели. Там Крэнстону помогает, Крэнстон это играет судью, ребенок которого сбил, ну, короче, сбил человека на машине, уехал, и типа помогает ему отмазывать, потому что Крэнстон типа спас его во Вьетнаме. Я вот больше за такую модель дружбы. То есть, ну, противозаконная деятельность, конечно, я не уверен, что я бы пошел, как этот вот персонаж, прям, помогать с криминалом, но тут-то дело не в криминале, тут криминалом не пахнет, тут просто личные какие-то отношения. И как бы, если кто-то меня, условно, там, спас во Вьетнаме, я с кем-то кореш, что я не буду такую хуйню вывалить, как Соболев. Но, если посмотреть с другой стороны, то Соболев-то ему и не был другом. То есть, получается, что Соболев имел полное право ему предъявлять и хуесосить его, потому что Давидыч к нему не относился как к другу. То есть, если бы это было предательством неким, я бы впрягся, конечно, но тут-то получается, что Давидыч заставлял Кольку шестерить, Кольке это разонравилось, и он набросился на Давидыч, а теперь Давидыч говорит, какой Колька черт. Но, бля, ребята, вы, конечно... Такая модель взаимоотношений меня вот между людьми просто пугает. То есть, когда один человек к другому подмазывается, второй его использует, и потом первый его предает, и еще и, блядь, вываливает на него кучу говна, я вот даже не могу понять, кто прав в этой ситуации. Все неправы. Как мне кажется, ну... С таким подходом к межличностному общению лучше вообще ни с кем не общаться. Еще забавный момент, это то, что оба участника конфликта, они на публику, они против физического насилия, говорят, да что его пиздить, что ли? Но оба нашли фрагменты какие-то, типа, и один другого зовет, вот я его выловить бы, я бы ему пизды дал. И, коль, такой, типа, ну вот, давай, все, забиваем стрелку, блядь, типа, собираемся, и давай, давай, дай мне пизды. И ты сидишь и смотришь на них и думаешь, бля, ребят, вы что, ну, в казаков-разбойников, что ли, не наигрались, блядь? Или, типа, это реально, что ли, закончится стрелкой какой-то? То есть мы настолько вот живем в каком-то, не знаю, гопницком дискурсе, блядь, 90-х, блядь, что вот этим и закончится? То есть вы должны попиздиться для того, чтобы просто осознать, почему у вас возник конфликт? Вы не можете просто принять тот факт, что, ну, очевидно, никому на свете не понравится, когда ты у него отбираешь 50 тысяч, или заставляешь человека ночью метнуться, какие-то свои дела делать, блядь, ёпта. Никто в шестерке не нанимался, блядь. Или Соболев тоже не может понять простой банальной идеей, что, ну, если вы на хороших отношениях, даже если человек, блядь, говорит про 3000 приседаний, но вы с ним кореша, то нельзя, нахуй, его за это гнобить. Ну, хорошо, гнобить можно, окей. Но потом нельзя удивляться, почему же тебя называют чёртом, блядь, ёбаным. Это настолько для меня вот очевидно, я как будто, нахуй, в познании своём преисполнился. Я как идущий к реке. Три, блядь, триллиона жизней, блядь, уже прожил, я только покоя хочу. Но для них, они, мне просто интересно, они реально, что ли, встретятся и попиздиться, может? Ну, то есть, ну, не попиздиться, понятно, не дойдёт, да, прям драки, но лещ кто-нибудь кому-нибудь может ответить. Я, мой прогноз, что Давидыч его лещанёт, но Соболь юркий, блядь, бодрый, пару ответных ударов тоже нанесёт. Потом их растащат. Ну, то есть, вот, на таком примитивном уровне будут разборки, блядь. Хотя, по-моему, тут всё очевидно, блядь. И всё следует из этого, как оно, нахуй, называется, правила нравственности, блядь, или императив, блядь. Не поступай с другими людьми так, как не хотел бы, чтобы поступили, нахуй, с тобой. Не заставляй людей шестерить за тебя, если не хочешь, чтобы к тебе относились, как к шестёрке ёбаной. И не говори гадости, блядь, про друзей, блядь, если не хочешь, чтобы друзья потом говорили гадости про тебя. Разве это настолько, нахуй, не очевидно? Разве мне правда надо разбирать, блядь, этот конфликт? Ну, я думаю, что всё равно им похуй на то, что я говорю. Закончится вот личной встречей. И, видят бог, насилие будет применено. Продолжение следует...